Почему они считают врагом Ислам? Когда мы посмотрим на африканский континент и большую часть мира, мы обнаружим духовно сбившихся людей. Возросло поклонение людям. Магия, сихр, колдуны распространились во всех странах в разных формах. Религия Ислам Угадайте, сколько людей каждый день становятся мусульманами. 68 тысяч человек каждые 24 часа приходят в Ислам. Религия Ислам о вашем поведении, не о моих благих намерениях или моем мироощущении. Любви и сострадании – это то, как я буду применять это, как я страшусь своего Создателя, имея дело с его творениями. Наш Ислам – это нахождение в мечети, но практикуется он вне мечети, с каждым, с мусульманами, немусульманами, даже с животными. Есть что-то внутри человека, готовое к Исламу. Когда они слышат подтверждение того, что есть у них, глубоко внутри, исходившее из уст пророка, это подобно внутреннему свету, повстречавшемуся с наружным светом. Внешнее откровение, что они слышали от пророка, – это свет. Их внутреннее подсознание, познавшее Бога, готово к другому свету. Эти два света вступают в контакт, что приводит к Исламу. Эта концепция в Коране называется «свет на свете», «нурун алян-нур». Два света – один внутри вас, другой снаружи вас. Они вступают в контакт друг с другом. Это не религия вашего воображения. Это на самом деле жизненный путь. Это то, что представляет наша жизнь. Мы живем во времена, когда многие из нас думают, что наша религия открыта для нововведений. Однако, правда, братья мои, заключается в следующем. Религия Пречистого Всевышнего Аллаха была завершена, и религия Пречистого Всевышнего Аллаха совершенна. Путь, что Пречистый Всевышний Аллах указал как религию, для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, полностью совершенен. Это то, чего Пречистый Всевышний Аллах хочет, и это то, как она останется. И те, кто пытается изменить это в любом виде или форме, они потерпят убыток. Религия, к сожалению, в наши дни используется мусульманами, индусами, христианами. Она используется как часть манипуляции, политической манипуляции, как часть национализма. Где учение Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Где в исламе Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил нам, взрывать женщин и детей, что это ислам? Где в Коране? Где в Сунне? Где в этой прекрасной религии, когда-либо мы должны были иметь подобные склонности, чтобы убивать женщин и детей, работающих людей, преследуя их в повседневной жизни. Где? И мы не послали тебя, о посланник Аллаха, ни по какой другой причине, кроме как милостью ко всем мирам. Кроме как милостью ко всем мирам. Мы верим в нечто намного, намного, намного величественное, чем то, что вы когда-либо видели по телевизору, чем то, что вы когда-либо прочтете в любых книгах по исламу. Это намного величественней, намного прекрасней, чем это. Бог величественнее, чем все остальное. Вы не сможете вообразить этого в уме. Разум не осмыслит этого. Мухаммад, мир ему и благословение, человек, о котором вы никогда не читали. Мы любим его, потому что он принес нам эту чистую религию, этот великий жизненный путь. Что означает ислам? Ислам означает покорность Аллаху, подчинение Божьим приказам. И мы верим в это, в этот образ жизни. Это религия, которая была предопределена Богом и предписана для людей, чтобы ей следовали. Моисей, Авраам, Нох, Якуб, пророки, посланные к сынам Израилевым, включая Иоанна, Крестителя и Иисуса, и, конечно, последнего Божьего посланника, Мухаммада. Мир и благословение Аллаха всем его посланникам. Мы верим, что все эти посланники были мусульманами, люди, которые подчинились Богу. Образ жизни, которому они следовали, это путь подчинения и покорности своему Создателю. Более 1400 лет назад, когда пророк Мухаммад родился, мир вошел в последнюю стадию. Человечество вошло в завершающую эру. Это было время последнего послания. Послание не только для определенного места и для конкретного времени, но послание, которое было подходящим, детальное руководство, которое было подходящим и пригодным для человечества во всем, вплоть до Судного дня. Наша вера включает. Первое – это шахада, или свидетельство веры, то есть свидетельство и признание, что Аллах – единственный, достойный поклонения, и что Мухаммад рабы – посланник Аллаха. Второе – это пять обязательных ритуальных молитв, которые каждый мусульманин совершает пять раз каждый день, в определенные временные рамки, в определенный временной период. Это пять повседневных молитв. Также закат, то есть обязательная сумма денег, которую каждый мусульманин должен выплачивать из излишек богатства ежегодно, определенной категории людей. Также пост в месяц Рамадан, когда мусульманин воздерживается от еды и питья, от интимных отношений между мужем и женой, от рассвета до заката. И затем, конечно, хадж, или паломничество в Мекку. Это и есть пять известных столбов Ислама. Наша вера в Аллаха, наша вера в ангелов, в книге, которые Бог посылал в определенное время, в посланников и пророков, которых Аллах отправлял, события, которые должны произойти перед судным днем, в загробную жизнь, в сам судный день, в рай и ад. Наша вера в предопределение Аллаха. Но есть также и множество других актов поклонения, которые мусульманин выполняет, к примеру, мольба, или дуа, или спрашивание вещей у Бога, виды животных, которые нам разрешено есть, и животных, которых нам запрещено есть. То же самое касается и питья. Также вопросы финансовых сделок. Какие виды сделок дозволены и какие виды сделок запрещены? К примеру, одна из вещей, которая строго осуждается, это так называемая риба, что переводится как процент. Так мы обнаруживаем, что шаряд исчерпывающий и завершенный жизненный путь. Это руководство всеми аспектами человеческой жизни. Он не только учит нас, как прожить нашу жизнь, но также затрагивает вопросы взаимодействия между людьми, между мужем и женой, между правителем и подданными, между учителем и обучающимся. И это станет неожиданностью даже для некоторых мусульман. Ислам имеет экономическую систему. Коран содержит подробные законы, с помощью которых правители должны руководить. Судьи должны судить. Все эти вещи обучают нас и доступны в нашем шариате. Это путь, который ведет нас к тому, на что мы, как мусульмане, надеемся и желаем. Среди всего этого, конечно, довольство Бога и рай. Почему они считают врагом ислам? Когда мы посмотрим на африканский континент и большую часть мира, мы обнаружим духовно сбившихся людей. Возросло поклонение людям. Магия, сихр, колдуны распространились во всех странах в разных формах. Это духовная пустота. Но Аллах, предчисто он Всевышний, дал нам «И яка на убуду и яка на ста'ин». Тебе, Аллах, одному мы поклоняемся, и Тебе, одного мы просим о помощи. Ислам не нападает. Он дарует жизнь. Для нас из южного региона и во многих частях света стали очевидными изменения людей на наших глазах. Он дарует жизненный путь. В экономической сфере система расставщичества и процента убивает нас. Господство банкиров, неравенство богатых и бедных, бедность, отнимающая достоинства у людей. И мы видим эту суровую бедность. Миллионы мусульман умирают от голода. Суть в том, что Ислам дарует жизнь. Бесценную систему, которая освободит эту планету. В социальной сфере алкоголь, азартные игры. Это убивает нас. Наркотики разрушают все в нашем обществе. Посмотрите на молодое поколение. Посмотрите, с какими проблемами они столкнулись. Люди не могут справиться с напряжением, прибегают к наркотикам. Ислам дарует жизненный путь. Освобождает человека от наркозависимости. Освобождает человека от пристрастия к азартным играм. очищает их жизнь. Это спасение для человечества. В области здоровья мы видим своими глазами жизни, утверждающие достоинства ислама. В некоторых частях южного региона каждый третий человек ВИЧ-инфицированный. Каждый третий. Но когда человек очищает свою жизнь, очищает свою веру, очищает свое тело, очищает свой дом, очищает свои интимные отношения, он приобретает щит в борьбе против ВИЧа и СПИДа. Ислам дарует жизнь. Мы видели, что Уганда в какой-то момент имела самый высокий процент ВИЧ-инфицированных людей. Мусульмане взяли на себя инициативу, внедрив ислам. Они смогли снизить процент ВИЧ-инфицированных быстрее, чем когда-либо на планете Земля. Ислам в семье. Это последняя надежда для семьи. И оно ясно показывает, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. Он дарует жизнь. Это единственная надежда для спасения семьи. В сфере политики мы имеем возможность привлечь к системе людей, где политик станет наиболее заслуживающим доверия человекам в обществе. Сегодня все наоборот. Если вы говорите, что Джон или Али станут политиками, в большей части мира это значит, что он обманщик. он будет говорить одно перед выборами и делать другое после выборов. Но система Ислама – это закон Аллаха при чистом Всевышней, а не рукотворные законы людей. Это закон, освобождающий нас от недостатков нашего мышления, от слабости внутри нас. Почему мы до сих пор страдаем? Как мы страдаем? Мы взываем к переменам. Мы плачем из-за экономики. Мы взываем к лидерству. Но Аллах говорит нам, Аллах не изменит положение людей, пока они не изменят самих себя, не будет изменений. Как вы думаете, это случайность? Что вы здесь? Потому что вы рабы колониальной системы, и теперь вы пытаетесь получить горячую и холодную воду. Вы здесь по причине супермаркетов? Мы здесь, чтобы отстоять веру и распространить это послание среди людей. Вот почему Ислам распространяется и продолжает распространяться. Самая большая мусульманская страна в мире – Индонезия. Индонезия не была открыта Исламом в ходе сражений. Ее открыли четыре купца. Когда они прибыли в магазин после принятия Ислама, они шокировали всех, сказав, знаете, прежде чем мы объявим цену, вот такое-то случилось с этим куском текстиля. Вот что произошло с этой лошадью. Люди были в шоке. И после завершения сделки люди спросили их, «Мы никогда не видели людей такой честности, такого поведения, такой чистоты. Что происходит? Как это понять?» Они сказали, «Это Ислам». И эти индонезийцы, которые задавали вопросы, они приняли Ислам. Не из-за названия, но из-за манер, что показали эти люди. Вот почему 230 миллионов индонезийцев сегодня мусульмане. Каждый пророк пытался соединить внутренний свет людей со светом откровения. Вот что каждый пророк пытался сделать. Ислам является средством достижения мира, достижения гармонии внутри человека, с семьей, с обществом, с миром. Он начинается на индивидуальном уровне. В конце вы приобретаете мир самим собой. Кто живет жизнью, неподчинение, жизнью вечеринок, думая, что они будут жить, едят, спят, тусуются в этом мире и в итоге уходят. Вы обнаружите, что они не имеют одного, у них нет мира, они не могут сидеть на месте. И когда кто-то находит Ислам, Аллах дает таким одну вещь. Они никогда не найдут этого ни в каких деньгах, в количестве роскоши, в количестве развлечений, в количестве своих слабостей или удовольствий. Они не найдут удовлетворения в другом месте, кроме как в Исламе. Вот почему есть множество людей с большими деньгами, людей, желающих быть, как они, музыканты, актеры, кто бы ни был. Люди делают их великими, и они хотят иметь любое удовольствие, что они имеют, употреблять наркотики, как они. Они не имеют ничего с реальностью. Это те люди, которые имеют лучшее из лучших и не могут жить с этим. Ислам дает им этот мир. Ваше сердце проникает намерение от вашего владыки. И то, что приходит к вам, это исцеление того, что в вашей груди. Бог конкретно упоминает о проблеме. Где она? В груди. Неудовлетворенность людских сердец. Страдаете ли вы ревностью, или гневом, или печалью, или разочарованием, или страхом, или жадностью, или похотью? Любая ваша внутренняя проблема, она излечивается. Мы в мире с самим собой и с другими, потому что теперь вы в мире с Богом. После излечения это уже становится руководством. После излечения вы увидите путь следования. Как только вы увидите путь следования, поздравляю, вы достигли лучшей вещи, которую возможно достичь, как в этом мире, так и в следующем. Вы проживаете счастливую жизнь здесь, и вы проживаете такую же жизнь там. Люди, следующие религии, думают, что их не будет хватать на жизнь, если руководство в твоем сердце. Мир будет в твоих руках, и ты будешь счастлив. Если руководство не в твоем сердце, мир с его искушениями будет в твоем сердце, а не в твоих руках. У вас не будет ничего в руках. вы сможете иметь мир в своих руках, просто имея руководство в сердце.